Гимназия номер 4 в Химках признана одним из лучших учебных учреждений Подмосковья. На протяжении нескольких лет она входит в топ-100 школ Московской области. Ежегодно ученики 4-й гимназии показывают высокие результаты на ЕГЭ, областных и всероссийских олимпиадах. Многие из них поступают в лучшие вузы страны. Главная цель школы – формирование функциональной грамотности учеников в условиях современного образования. Накануне учебное учреждение посетил глава городского округа. Дмитрий Волошин пообщался с 11-классниками и порекомендовал ребятам вникать в работу с первого дня учебы. У вас этот особенный год, ребята, и нужно сосредоточиться и собраться с силами уже сейчас. Не ждите, когда этот год закончится. То есть нужно сейчас уже понимать, стратегически планировать те задачи, которые вы хотите решить в этом году. Учреждение ориентировано на углубленное изучение иностранных языков. Вот уже 20 лет здесь успешно реализуют международный проект «Школьный обмен» со школой в Стэнфорде, Великобритании. Благодаря такому подходу к образованию дети поступают в ведущие вузы страны. Мы в школе, в принципе, наверное, раскрыли их потенциал, помогли им найти свой путь, профориентировали их верным всяким способом. Поэтому у нас самые разнообразные специальности у нас есть будущие экономисты, филологи, архитекторы, звукорежиссеры, даже профессиональные спортсмены. Несмотря на достигнутые успехи, останавливаться на них не планируют. За чашкой чая представители педагогического совета гимназии рассказали главе о планах на ближайшие учебные месяцы. Дмитрий Волошин отметил, важно как можно раньше суметь выявить интересы ребенка и культивировать его знания в этих областях. Когда ребенок, неопределившийся, идет в вуз, который он не определился, и потом работает по профессии, которая не его, то в глобальном смысле это несет другую историю и другую проблему. Например, он работает экономистом, я просто это все условное, проработал 20 лет, а потом он вдруг говорит, слушайте, вообще эта экономика интересна, технологии, да я же про IT. И он вот это время, оно загубленное, но не только для него, для всех. Дмитрий Волошин предложил педагогам составить так называемый список наказов, в которых обозначить то, чего сегодня не хватает учебному учреждению, и передать его в администрацию. Глава отметил, постарается сделать все, что в его силах, так как тема образования важна и актуальна не только для него самого, но и для будущего всего городского округа. Руководитель города прекрасно владеет всеми проблемами и вопросами, которые сегодня стоят в образовании, является нашим единомышленником. Разговор сегодня был на одной волне. То есть мы обсуждали вопросы и стандартов флагманской школы, и работа в умной четверти, пятой четверти, которая будет запускаться в этом году. С одной стороны это почетно, приятно, а с другой стороны это очень ответственно, потому что насколько мы адаптируем те задачи, которые необходимо решить, зависит успех в решении таких задач в системе образования в целом регионе. Дмитрий Волошин поздравил учителей с началом нового учебного года и вручил им цветы. А от команды губернатора Московской области Андрея Воробьева педагоги получили праздничный торт. Ну и естественно, с Днем Знаний. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»!